Приветствую вас. Вначале давайте мы просто обрисуем ситуацию так, как она есть. Вы встречаетесь с мужчиной, с которым у вас не развиваются отношения. То есть, отношения явно, ну, скажем так, не идут так, как вам бы того хотелось. Да? Вот. Ну, явно, явно отношения не идут так, как вам этого бы желалось. Что делаете вы в этой ситуации? Вместо того, чтобы как-то вот, ну, либо педалировать отношения, которые вы начали, да? Либо вместо того, чтобы дать вашему парню, например, понять, что вас не устраивает такой расклад, вот, например, да? Ага. При котором он, по сути дела, никак не продвигает ваши отношения. Вот. Значит, вы, вы ничего этого не делаете. Вместо этого вы как-будто просто принимаете ситуацию и страдаете, находясь в ней. Ну, находясь в этой ситуации. Вот. Вы страдаете, вы испытываете негатив от того, что происходит. Но, как мне кажется, ничего не делается. То есть, перемен в какую-либо сторону не происходит. И это интереснее всего. Вы ничего не меняете, или, может быть, предпочитаете ничего не менять, но зато бросаетесь в другие отношения. То есть, на фоне, на фоне одного мужчины, вы видите другого. И, естественно, на фоне того мужчины, ну, первого, который долго вас держал на одном месте, да? На фоне него второй мужчина, выглядит, конечно, куда более интересно, куда более выгодно, куда более перспективно. Вот. Но здесь, здесь, мужчина как бы вам в основном, поправьте меня, если я ошибаюсь, мужчина в основном давит на слова. Да. То есть, вот вы говорите, что он говорил много. Вот. Ну, вы не написали того, что он делал что-либо ещё, кроме, кроме, кроме слов. То есть, я не знаю, может быть, он и делал что-то ещё, помимо слов. Но я не увидел. Я не увидел, чтобы он делал что-то ещё, помимо, помимо слов. То есть, вы повелись на слова. Вы повелись на слова. И возникает вопрос. Конечно, конечно же, в таком случае. А почему вы повелись на слова? Не на действия, да? Не на действия, не на поступки, на слова. Поверили ему, там, и так далее. По какой причине? И ответ на этот вопрос. На мой взгляд, достаточно просто. Дело в том, что этот мужчина пообещал вам дать то, что вы уже давно хотели. Возможно, речь идёт о замужестве. Возможно, речь идёт о чём-то ещё. Я не знаю. Потому что недостаточно информации о вас. Вот. Но я могу сказать. Я могу сказать с полной определённостью, что вы здесь попались на свои желания. То есть, вот. Эм. Значит. Ну. Вы. Чего-то хотели. Такого. И мужчина вам это дал. Ну. Или показал, что может дать. И получилась такая очень интересная история, что вы влюбились не в самого человека, а влюбились вы в отношение к вам. Потому что вот то, что вы описываете, то, что вы рассказываете, это отношение человека к вам. Вот. То есть, он дал вам понять, почувствовать, какая вы есть, какой вы являетесь. Он даёт вам это почувствовать. Он даёт вам это почувствовать. Вас это, значит, подкупает. Вас это подкупает. То, что мужчина даёт вам почувствовать, какая вы. Вот. И вы в него влюбляетесь. При том, что он себя, по сути, никак не проявил. Кроме того, что... Ну, кроме того только, что сыграл на контрасте. Вот. Вот кроме этого он себя вообще никак не проявил. Больше. Здесь нужно анализировать ваше желание. Чего хотите именно вы. И, собственно, почему вы хотите именно, ну, вот, именно этого. Того, что мужчина вам, ну, я не знаю, например, пообещал. Того, да? Вот. Вот это всё, это всё нужно разобрать. И тогда вы сможете увидеть, что сейчас, вот сейчас, на данный момент, именно эти желания, а, точнее, надежда на возможность реализации этих желаний и стимулирует вас, а, значит, задавать вопрос, зачем он пишет. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И здесь, здесь, я бы, конечно, хотел бы ответить вам на вопрос, на ваш, т.е. ответить, почему мужчина так себя ведёт, зачем вас спрашивать, как у вас дела. Первое, что важно понять, это то, что мужчины самолюбивы, и каждая женщина для них, даже если они, может быть, и не собирались делать её своей, очень и очень важна. Каждая женщина. Поэтому мужчина спрашивает вас, как дела, чтобы не терять с вами контакт, чтобы вдруг, когда-нибудь, когда-то, может быть, с вами сблизиться опять, как он думает. Конечно, по излишней самонадеянности, конечно, своего рода в силу нарциссического поведения. Но он хочет, он хочет, хочет думать, что вы доступны. И в случае чего, когда ему будет удобно, он нам нас вспомнит и снова попытается сблизиться. Вот. Вот. То есть, по факту, мужчина преследует свои цели. Вот. Он не хочет, чтобы вы забывали о нём, он боится того, что вы можете забыть его, вот, и активно старается этого не допустить, вот, того, чтобы вы о нём забыли, вот. Как на это реагировать? Ну, если вы, если вы действительно считаете, что, что малодушно было бы кидать его в чёрный список, да, а я с вами, в принципе, ээээ, эээ, ну согласен, вот, я согласен, вот. А что, то лучше всего? Лучше всего, если вы будете реагировать позитивно. Вот. То есть, значит, ситуация, которую вы описываете, является исключительно субъектной. То есть, мужчина думает о себе, а любой перенос на вас, да, любой перенос на себя, значит, ну... Того, что мужчина к вам проявляет любой перенос, для вас является негативным. Вот. Поэтому реагировать лучше на это качественно, позитивно. Вот. А делать им это всё для себя. Вот. Поэтому к ситуации нужно относиться как к ребёнку. То есть, вот, ребёнок, по сути, ну, человек ведёт себя как ребёнок. Вот. По факту. Вы же не воспринимаете детей всерьёз, всерьёз, да? Вот. Поэтому и... Соответственно, здесь тоже не стоит. А вот то, что... То ваше поведение, которое прослеживается, да, то ваше поведение... Вот. Его анализировать нужно. Потому что... Вот тот факт, что вас зовут, как вы говорите, замуж... Говорит о том, что замужеству вы уделяете, ну, достаточно... Важно... Внимание... Внимание... Достаточно много... Много внимания. И... Важно для вас это. Но замужество не может быть самоцелью, в принципе. Поэтому здесь очень важно понять, какое значение вы вкладываете в замужество, что оно для вас значит. И... Вообще... Какое эмоциональное наполнение вы этому всему даёте. Вот. Эм... Значит, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эм... Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, а... Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в личку. Эм... Буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам. И успешного разрешения в данной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!